Итак, всем привет! И мы с вами продолжаем играть в французскую ривьеру, то есть для GTA 4. И я установил хоть какую-то классную графику. И это французская ривьера 1.2, ну вторая версия французской ривьеры. И когда я зашел, я не увидел практически никаких изменений. Сейчас мы с вами посмотрим на видео эти самые изменения, какие тут могут быть. Я установил крутую графику. Она так и называется. Крутая ЕНБИ. Ой, блин! Фига себе! Он нас задавил! Точнее она! Обезьяна с гранатой. Ничего, мы сейчас всем этим обезьянам с гранатой покажем. Еще кто здесь? Такой Никобелич. Ну-ка, Никобелич, покажи тут, кто тут у нас крутой. Вообще, водила. Так, давайте выберем машинку. Ааа, так. Хотя, нам нужно сначала с вами выбрать... Не машинку. А на том, на чем мы с вами сможем до туда добраться. А добраться мы до туда сможем только на вертолете. Почему здесь только какие-то яхты, я не пойму. Давайте выйдем из этой яхты, блин. Как из нее выйти теперь? Блин, не хватало бы еще с этой яхты, блин, умереть. Спрыгнув с этой яхты, конечно же. Так, давайте выберем что-нибудь... Так. Что ж нам можно выбрать-то? Так, ну это уже мотоцикл пошли. Пацаны, а там не выбирается дальше. Это нормально вообще? А, это типа... Понятно. DLC, DLC, все это... А, это... Все понятно, пацаны. Значит... Это значит только одно. Мы будем выбирать вот с этого конца. Вот что нам надо. Вертолет. Полетели. Не, у нас не получится так просто взлететь. Нам нужно с вами искать площадочку какую-нибудь. А для этого мы с вами возьмем вот эту вот машину. Султан. Ну-ка, иди сюда. Наша тачка. Поехали. Чтобы нам добраться до французской ривьеры, нам нужно доехать, найти площадку для взлета. Я думаю, вон та вон трасса будет хорошая площадка для взлета. Все. Оп, все, становимся. И выбираем вертолет. Я сказал, выбираем вертолет. Нормальный вертолет. Все, полетели. Полетели, полетели, полетели. Неважно, как мы взлетим. Мы уже в воздухе взлетаем. Все, пацаны. Полетели. Так. Телефон-то нам зачем? Все, полетели. Вот, теперь точно летим. На французскую ривьеру. Спасать мир от обезьяны с гранатой. Я сначала думал, что там сидит просто какая-то тетка. Это обезьяна с гранатой. Нам надо, короче, просто найти кого-нибудь. Так, ну для начала мы с вами летим на аэродром. Чтоб посадить наш вертолет. Заодно и посмотрим, что у нас там есть на аэродроме. Да что-то мы слишком долго летим. Так. Все, остановимся, остановимся. Все, все, все. Неважно, что это для самолетов. Посадочное место. Нам вообще все равно. Мы выходим. Это просто вертолет не останавливается. Вы не подумайте. Блин, сюда летит самолет. Походу, нашим вертолетом хана. Давайте посмотрим, что он с нашим вертолетом сделает. Блин, главное, чтобы он с нами ничего не сделал. Он с вертолетом тоже ничего не сделал. В принципе, все хорошо. Кстати, с FPS вроде все нормально. На этот раз. Я не знаю почему и как. Но я все-таки догадывался, тут будет постабильней. И игра вообще. Поиграть можно будет стабильно. Так, выбираем наш... Султан РС. А как выбрать-то теперь? Что-то тренер весь завис. Все. Блин, а что случилось-то? Все, мы выбрали Султан РС, только у нас все текстурки пропали. Это вообще нормально? Почему у нас все текстурки пропали? Так, непорядок. Давайте перезайдем в игру. Блин, как так-то? Почему текстуры-то пропали? Вроде ничего особо такого не было. Итак, я... Ребята, я перезашел, но тут почему-то слишком много полицейских. Блин. О! Блист возьмем. Блин, менты за нами, е-мое! Додумался воровать машину рядом с ментами, но ничего страшного. Тональчик, кстати, прям заиграл. Офигенный стал. После того, как мы... ЕМБ установили. Ничего, будем думать, что мы играем в GTA 6. Кстати, FPS тот же самый, который был. Только без графики. Так что... Ну, я имею в виду там, в городе. А что сейчас у нас будет в городе с такой графикой, я не знаю. Давайте будем думать, что мы играем в GTA 6. Тогда у нас все будет нормально. Если представить то, что это GTA 6, конечно. Блин, когда этот тоннель-то заканчивается? Офигеть, он здоровый. Освещение, кстати, в нем прикольное, все. Ну, мод так, можно сказать, качественно сделан. Вот. Но французская ривьера... Самая первая. Она все-таки отличается. Ой, не отличается все-таки, да. Я что-то не вижу никаких отличий. От первой версии, во второй. Просто вообще нет никаких отличий. Так. Что-то с этим модом прям видеокарта нагревается. Не знаю почему. С чем это связано. Ух ты ж, ё! Оп! Блин, не получается. Ментов подрезать машину у нас слишком легкая. Японская восьмерочка. Я не знаю, кстати, как эта тачка называется в реальности, но... Ничего. Кстати, вот это вот правда. GTA 6 могла бы выглядеть именно так. Точнее... GTA 6 может выглядеть так. Но могла бы выглядеть GTA 4 так. Без всяких вот этих вот темных. Хотя можно даже видос назвать не GTA французская ривьера. А можно видос вообще назвать. Как бы выглядел GTA 6. Или что-то... Как может выглядеть GTA 6. Ну, короче, надо будет подумать над названием видео. Но можно, кстати, да, правда такое название сделать. Так, а тем временем я хочу доехать до... До города. Кстати, посмотрите, на мапе у нас теперь отображается вся карта вот эта. Но когда мы заходим на саму карту, у нас тут ничего нету. Ну, так, как и было в первой версии. Так. Ну, я хочу в город как-то попасть. Как нам в город попасть? Может, мы сейчас по горам поедем? Нет? Потому что по дороге мы уже с вами покатались в прошлой серии. И поняли то, что дороги тут здоровенные. И проехать их все, можно сказать, невозможно. Так, опять товарищи. Полицейские. Зачем они нас тут достают только? Зачем мы им тут нужны, конечно. Вообще непонятно. Офигеть. Мне кажется, просто, когда видео буду монтировать, не выше 30 фпс ставить. Потому что капец. Но тут их нету. Я имею ввиду 60 этих. Хотя, блин, и так выставится 60 автоматически. Но тут нет 60 просто. Хотя тогда, когда мы играли, был фпс тут нормальный. Стабильный. 70-60. Что сейчас произошло, я не знаю. Но я знаю. Походу, с графикой, да. Все из-за графики. Опять тоннель офигенный вот этот. Обалденный трехполосный. О, по средней полосе будем ехать. Блин, никто нам не уступит дорогу. Что-то тачка не сигналит, правда. А, все, сигналит. Блин, что, правда? Вообще бесполезный. Вот я сигналит, бесполезен, тупо. Ладно. Походу, сейчас движок каратит, но ничего страшного. Ой, 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 ой. Все. Доигрались. Итак, ребят, мы вернулись в французскую ривьеру. У нас теперь вот такая вот погода. Тут у нас теперь паспорно стало. Поехали смотреть в город изменения. А еще мне больше интересно, вылетит ли игра и вообще, как она себя поведет в городе. Это вообще просто, это словами не описать. Город, конечно, стал выглядеть классно. Нифига! В автосалон сколько тачек привезли на этот раз. Офигеть, смотрите, коми тут стоит, ну как обычно. Смотрите, сколько еще классных тачек. Да, вон у нас блисто стоит, вот этот. Как он называется тут? Я понимаю, что это Мерс, но как он тут называется? Я забыл уже. А, шафтер, шафтер. Все, не воруй, Нико Белич. Так, все понятно. Какие-то тачки Инфернус опять стоит. Это Туризма, походу, да? Кавалькада, Ренджик. Как он тут называется-то? Хантлио какой-то. Хантли. А, Хантли, да. Была такая тачка. Не знаю, можно, кстати, что-то из этого взять. Но я не буду. Офигеть. Офигеть. Вот с графика теперь все понятно, почему так проседало. Когда графику теперь вот такую вот поставили, классную. Офигеть. Ну, теперь понятно, почему все так идет. За графой прям все преобразилось. Реально прям классно. Все теперь смотрится. Может быть сюда заехать, мы сюда не заезжали. Блин, пешеходный переход. Во! Вообще на эти лучики сами не заезжали. Офигеть. Тачки стоят припаркованные. Припаркованные. Нух, ни хрена себе чувак в тачку припарковал. На беху семерку. Как он только додумался так тачку припарковать. Все, я бы сказал, даже живописно выглядит. Классно. Ну-ка, как это будет с дождиком? Ну, хотя это не должно было быть с дождиком. Надо сейчас. Тогда. С экстра сани это как выглядит. Вот если экстра сани включить и проехаться еще раз. Как это все будет выглядеть. То есть это должно быть все ярко. Это же побережье. Ну, довольно-таки, смотрите, неплохо. Тоже. Но почему-то... Вот, по-моему, вот эта вот лучше подходит погода. Вот либо такая. Такая не подходит. Либо вот такая. Прям уж вообще. Хотя нет, вот такая тоже не подходит. Какая-нибудь... Какая-нибудь... Либо вот такая. А, нет. Ну да, такая тоже подходит. Либо вот такая еще подходит. Либо... Вот такая. Вот! Вот это вообще офигенная, походу, здесь. Только, блин! Сколько она кадров сжирает. Это просто вообще... Зато на это стоит посмотреть. Выглядит реально все обалденно. Да, может быть, разработчики, когда писали то, что все должно быть солнечно, ярко, но почему-то здесь именно такая погода подходит. Не, ну, если бы это была просто графика GTA 4 без установки всякой графики, то да. Возможно, это бы и не смотрелось. Блин, ну сейчас это смотрится просто офигенно. Видеокарта, наверное, нагрелась уже жестко. Судя по всему. И по фреймрейду тоже. Наверное, программу нужно для записи видео менять. Тоже. Потому что с этой же какие-то уже проблемы начинаются. А городок-то, смотрите, не такой уж, что он и маленький, как мы тогда с вами подумали. Так, ну вот тут мы с вами проезжали уже. А тут что, у нас дома, типа, должны быть? Они не прорисовались, да? А, ну да. Должны быть дома. Ну мы тут, походу, только... Только вот тут вот мы были, да? Давайте взлетим. Посмотрим свысока. Где же мы с вами тут не были? А, вон там мы с вами не были, походу. Ставим машинку. Офигенно. Вот это вот офигенно смотрится все. Так, может еще что-то в настройках поменять? Почему-то тогда пропадают вообще все текстурки. Может прогрузится, нет? Нет, они уже, походу, не прогрузятся. Ну да. Походу, слишком большой мод, он из-за этого и лакает, и все. Все из-за этого происходит. Блин, мне бы туда проехать. Все равно, как это будет выглядеть. Да. Все. Начали пропадать текстуры. Хотя я сюда, кроме этой карты и графики, вообще ничего не устанавливал. Не знаю уж, почему это происходит. Ну и тренера, конечно. Ну почему все именно так? Ну ладно, город мы с вами посмотрели. Да, дорога уже не прогружается. Уже, конечно, уже невозможно в это играть. Даже смотрите, без текстуры, как проседают FPS. Ну мне кажется, мы с вами посмотрели нормально уже. Так, ребят, вот тут вот мы с вами не были. Предлагаю пройтись вот тут. По этим лучкам узеньким. Вот это вот, кстати, классно сделано в моде. Офигенно. Можно даже, смотрите, вот сюда зайти. Посмотреть, что там. Ну-ка. Что здесь у нас? Вот, здесь можно посмотреть на море, походу, выйти, да? Офигенно. Люди сидят. Да, вот это вот сделано классно. Пешком тут походить прикольно. Но FPS, конечно, тут сжирается еще больше. Это, походу, уже всем понятно. Ну че, побежали дальше. Так, а сюда мы, походу, с вами заезжали. Вот именно там, где человек по телефону разговаривает. Это было несложно запомнить. Или нет, как мы бы сюда заехали? Нет, сюда мы, походу, с вами не заезжали. Просто уже был чувак, который стоял по телефону и разговаривал. Тоже так же. Блин, офигенно просто выглядит. Ну, количество кадров меня пугает. Походу, еще ни в одной игре такого не было. Ну, конечно, если на максималке не выставлять. На полной. Офигеть. Офигеть просто. Вот вам, пацаны, GTA 6. Походу, даже GTA 6 на этом будет идти лучше. Ну, все из-за детализации. Детализация здесь хорошая. Как бы я тут не говорил ничего, но детализация здесь офигенная. Во! Прям зеленый цвет офигенный. Давайте сядем в эту тачку. Блин, в этот. На пешеходный переход нельзя остановиться. Ну, ладно. Это же уже не наша тачка. У нас вот она какая. Блин, мне просто понравилось, какого она цвета. Ну, мне вообще зеленый цвет нравится. Просто. Как она тут смотрится. С этой графикой. Обалденно. Блин, и опять мы выезжаем на дорогу. Вот на дороге, походу, FPS сейчас будет лучше, да. Да, на дороге уже... Получше чуть-чуть. Но не сильно. Блин, ну все. Большую часть там мы посмотрели. Что там еще нам смотреть? Это мы уже все с вами видели. Так, ну я думаю, можно будет заехать сейчас вон туда. Вон в тот домишко. Это у французов такие дачи, что ли, офигенные? Вот в этот вот домишко можно заехать сейчас. Вот, да. Сейчас. Аккуратненько. Тут кто-то уже забор снес, постарался. Это не я. Все, пацаны. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Кто еще не подписался, подписывайтесь на второй канал. Правда, там видосы не выходят. Но на всякий случай, пацаны. Чтобы, если что, вдруг с этим каналом случилось, будут выходить видосы именно там. Потому что вы что-то не подписывайтесь. Вот. Подпишитесь, все-таки не пожалеете. Если что, вдруг. Вот. А кто не подписался на этот канал, подписывайтесь. Потому что слишком много человек смотрят без подписки. Так что, если вы смотрите видосы, он вам понравился, подписывайтесь. И ставьте колокольчик, не забывайте. Вот. И, ну, типа, чтобы присылали все уведомления, чтобы не пропускать никакое видео. Все, пацаны. Ставьте лайки. И подписывайтесь на канал еще раз. Вам говорю. Что-то слишком много. Я уже сказал все, пацаны. Всем пока.